Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать и показать необычный способ установки унитаза в каркасном доме. Также дам пару советов и покажу весь процесс шаг за шагом. Так что присаживайтесь поудобнее, погнали! После того, как сантехники завели трубы в санузел, я принялся думать, как разместить унитаз. Сначала я планировал установить простой унитаз и подключить его напрямую к канализации, безо всяких гофр, чтобы вывод канализации был в стене. Поэтому в нижнем лежней перегородке была сделана проходка для 110 трубы. Но потом я подумал, а точнее жена вслух помечтала, что было бы здорово иметь инсталляцию. Это выглядит стильно, современно и удобно. Очень удобно мыть под унитазом, а за ним ничего нет. Но есть одно но, которое меня смущало. Не хотел я огородить короб, который потом надо как-то обыграть. Пришла идея установить инсталляцию прямо внутри перегородки. Посмотрел схему инсталляции в интернете и увидел, что в основном монтажные глубины начинаются от 140 миллиметров. Перегородка у меня глубиной как раз 145. Но, во-первых, не хотелось идти впритык. Во-вторых, я переживал, что унитаз будет сильно слышно в остальной части дома. Поэтому накрутил на всю перегородку брусок 50 на 50. Да, пожертвовал 5 сантиметров от санузла, угодно тому, что будет одна плоская ровная стена. Далее пошел процесс установки. Делал это с напарником, который уже ранее имел опыт установки инсталляции. Но оказалось, сложного там ничего нет. Хотя по незнанке я побаивался. Заказал сразу комплект инсталляции с унитазом и кнопкой, чтобы один раз купить и не париться, подойдет ли одно к другому или нет. Старался искать проверенного временем производителя, чтобы впоследствии не было проблем с запчастями, если вдруг. Выбор пал на производителя Царсонит. Сколько себя помню, компания была на слуху и никуда не пропадала. Поискал на сайте и нашел вот такой готовый комплект. В комплекте было все, что необходимо, от начала процесса и до конца. От вас потребуется только некоторый инструмент и руки. Для начала примеряем раму инсталляции в перегородке. Там главное расположить ее по уровню. Выставить высоту на ножках так, чтобы метка на раме 1 метр соответствовала 1 метру от чистого пола. У нас пол поднимется плиткой, поэтому взяли размер 102 сантиметра. Также проверили, попадает ли слив в проделанное отверстие в нижнем лежке. Как ни странно, все подошло сразу. Затем уже на снятой инсталляции мы навесили все необходимое из комплекта. Там на самом деле все легко и просто. Затем сверлим отверстия под глухари, которые крепят раму внизу. При первой примерке мы уже пометили их. А вверху установили закладную, чтобы все надежно держалось. Обратите внимание, рама должна располагаться вплотную к внутренней обшивке. Проверяли прилегание с помощью обычного ровного бруска. Ее положение мы регулируем гайками спереди и сзади рамы. Затем гайки стягиваем друг на друга. Важно, чтобы рама находилась по уровню во всех полоскостях. Вот и все с рамой. Понадобилось около часа или полутора, чтобы ее установить со всеми прикидками. Далее я занялся утеплением, а точнее звукоизоляцией, ведь это помещение как раз этого особенно требует. К месту оказалось то, что я дополнительно увеличил стену на 5 сантиметров. Как раз смог заложить дополнительную шумоизоляцию за бачком. И вообще я полностью обложил раму утеплителем. Надеюсь, так можно было. Затем пришло время закрыть раму обшивкой. Перед этим я подал давление воды, чтобы убедиться, что нет протечки в соединении водопровода с бачком. Все нормально, можно продолжать. Сейчас нужно замерить расстояние монтажных креплений на раме и на унитазе. Их бывают всего два вида, с расстоянием между шпильками на 180 миллиметров и вроде бы на 230 миллиметров. У меня оказалось 180 миллиметров. Лучше сразу замерить, чтобы не делать лишних отверстий. Хотя страшного ничего нет, замажется клеем и плиткой. После подготовил лист и прикрутил. Если неохота вымерять рулеткой расположение деталей, под которые нужно высверлить или выпилить отверстие, то можно намазать эти детали какой-нибудь густой пастой, чтобы оставался след при прикладывании. Точная разметка готова. Выпиливаем и продолжаем работу. Вообще в этом видео показываю процесс работы по черновой отделке санузла. Плитка QuickDeck 16 миллиметров, далее замажутся гидроизоляцией и сверху смонтируется плитка. Хоть этап черновой, но руки чесались проверить в работе унитаз. Не то чтобы по прямому назначению, ведь потом его снимать, а хотя бы посмотреть как наполняется бачок, работают кнопки и смывается унитаз. Видите, у него сливное отверстие расположено не совсем обычно. Короче, оказалось все просто. Сейчас покажу. Ставим специальные монтажные крепления на унитаз. Тут все просто. Есть специальный ключ. Им вкручиваем пластиковые конусы в держатели. Не уверен, конечно, что они так называются. В моем случае необходимо, чтобы шестигранные гайки смотрели вверх. Далее накручиваем на шпильке инсталляция специальные гайки. Также снимаем временные заглушки и ставим основные трубы. Их надо будет подрезать под получившуюся толщину стен. Разметку делаем как на стене, так и на унитазе. А потом знаю длину между двумя линиями. Отмечаем от края это расстояние и отрезаем излишки. Я сделаю это с запасом один сантиметр под будущий слой плитки. Поэтому пока на черновом варианте унитаз у меня будет висеть не вплотную к стене. Я в данный момент просто хочу посмотреть, как все устроено, чтобы потом легко установить все по накатанной, так сказать, дорожке. Теперь просто навешиваем унитаз и закручиваем гайки шестигранником. В моем случае сверху. Далее хочу протестировать кнопку. Тут тоже все оказалось понятным и собирается как конструктор. Прикольная система с левого водоворотного типа. Смотрится необычно, надеюсь работает тоже хорошо. Проверить полноценно пока не могу. Сделаю обязательно видео, когда на стене будет плитка и унитаз уже будет висеть как полагается. Там и расскажу подробнее о данной системе смыва. А пока результатом я доволен. Думал все будет сложнее, но по факту из-за того, что не пришлось сделать короб, все прошло довольно таки просто. Немного сложнее установки обычного унитаза. Друзья, как вам видео? Делюсь своим опытом и наблюдением с вами. Надеюсь видео оказалось интересным и полезным. Если это так, то ставьте лайки и пишите комменты. А на этом на сегодня все. Всем удачи и до новых встреч!